Теперь мы в деле! Ваш закат, господа? Что-то ещё? Нет, спасибо. Ты произнесёшь молитву? Два, четыре, шесть, восемь, налетай, пока не сдох. Вот так. Мне нравится. Никогда не слышал? Нет, это новенькое. Твои предки религиозные? Квакеры. Это те, которые хорошие? Они единственные, кто всем нравится. А они делают что-то особенное? Я должен что-то знать? Нет, они мирные. Когда умерла моя мама, мой отец продолжал работать. И отослал меня домой в Индиану. Откуда? Бабушка приехала забрать меня в Лос-Анджелес. Я помню отца на вокзале. Он держал меня за руку, наклонился и поцеловал мамин гроб. Это был единственный раз, когда я видел его плачущим. Затем он обнял меня и попрощался. А мы с бабушкой сели на поезд и поехали в Индиану. Потому что все заканчивается в Индиане. Хотя ты мог этого не знать. Ты ехал с гробом? Ну да, как иначе. Всякий раз на каждой остановке, в Альбукерке или Канзас-Сити, мы с бабушкой бежали в самый конец платформы, и я... Я забирался в грузовой вагон. Там было словно в пещере Аладдина. Всякие вещи, ящики, коробки. А в самом конце стоял гроб с моей мамой, привязанной к стенке. Старый кондуктор, который был там, всякий раз снимал свою кепи и говорил, проходите туда, сэр. Он был... Невероятно добр. Очень добрый. А что ты делал? Прикасался к гробу. Стоял. А примерно минуту спустя подходил кондуктор и говорил... Тебе лучше бежать в вагон, сынок. Или увидимся через 40 минут, или увидимся в Чикаго. И я пулей мчался обратно по платформе. Помнится, я тогда думал... С кем я теперь буду играть? Потому что мы с мамой занимались только этим. Она учила меня играть. В дождливые дни брала простыню и накрывала ею стол, стулья и диван. И мы с ней забирались туда. Могли играть целый день. Изображали разных персонажей. Это был... Наш дворец. Укромный шалашик. И вдруг в Чикаго я не захотел бежать туда. Не то, чтобы я не тосковал по ней. Я и поныне тоскую просто... В какой-то момент... И я пошел в начало поезда. Мы начали набирать скорость. Ехали очень быстро. И мне стало хорошо. Все в порядке, господа? Да, все отлично. У меня еда остыла. А что у тебя за история, Денни Сток? Не говори с набитым ртом, это отвратительно.